Это произошло вот здесь вот все. То есть я где-то в 5-10 вышла на улицу из дома из-за того, что мой кот очень громко кричал. И где-то возле камней я обнаружила его. Анна Лебедева, жительница дома по улице Осипенко, до сих пор не может поверить в случившееся. Ее кот Алекс вышел погулять и попал в огромный капкан. К счастью, домашнего любимца ей удалось спасти. Она когда поняла, что он не может ему помочь, потому что действительно металлический капкан, он действительно тяжелый и тяжело рожать. Она набрала в интернете капкан, то есть ребенок не растерялся и правильно воспользовался интернетом. Я правда очень горжусь, что она это сообразила. И там посмотрела, как это делается. И вот рожав грамотно его, она освободила кота. Сейчас кот хорошо себя чувствует, хоть и получил серьезные травмы, в том числе и психологические. Он начал кусаться, он никогда вообще не кусался. Он всю ночь плакал, постоянно приходил ко мне. И я ему, когда сняла капкан, у него пошла кровь. И у него сейчас дробление кости. По словам девушки, капкан был накрыт тряпкой. Но то, что должно было сделать его незаметным, в итоге спасло коту жизнь. Ткань подмерзла и сгладила удар. Но главный вопрос, кто и почему установил капкан под окнами многоэтажного дома? У жителей свои версии. В доме живет ярый борец с животными. У нас было то, что из пневматики стреляют по животным. У вас во дворе здесь? Да. И по моему коту другому стреляли, и по собакам стреляют. Это все один и тот же человек или разные? Мы так предполагаем, что да, один и тот же человек. Но предположения остаются только предположениями, пока нет конкретных доказательств. Необходима установка средств слежения. Тем более, буквально в нескольких метрах от подъезда располагается детская площадка. Хотелось бы обратиться в администрацию городского округа Тихинки и лично к Дмитрию Владимировичу Волошину, чтобы он поспособствовал нам установке камер видеонаблюдения подъездами, чтобы дальше видеть, чтобы как-то это дело пресечь. Потому что нам сегодня капкан, а завтра могут и растяжку сделать. В том, что капкан появился возле дома не случайно, сомнений не остается. Устройство фабричное и специально приобретенное. За консультацией мы обратились в один из магазинов товаров для охоты в Химках. Вы можете идентифицировать вот этот капкан? Капкан, судя по размерам, это тайга, третий номер. Для ловли на лесу ставят, на енотовидную собаку. Ну, собак можно тоже, диких собак отлавливать. А скажите, пожалуйста, вот чтобы приобрести такой капкан, требуется какое-то специальное разрешение или это в свободном доступе? Да нет, пожалуйста, в свободном доступе. Сейчас полиция завела дело. Участковый обязан опросить всех жителей и найти виновного. Но спустя две недели после подачи заявления ответов нет. Пока химкинский браконьер не найден. А значит, стоит быть особо внимательными во время прогулок. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, Новости Химки ТВ.